я тоже того же мнения дедушка вы православный да мы православные христиане было проповедники пришли рассказать людям что ждет тех кто сидят здесь чем занимаются не ну те кто занимается да я не спорю а те кто просто вот так вот сидят как я допустим я одетый весь тут примерно 50 процентов голые процентов 85 мусульмане мусульмане или православные мусульмане ну а ну да 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 я не спорю да ну вот эти вы которые голые гомосеки вот если честно я их не понимаю но у меня у меня до меня не доходит чего они хотят вообще этим добиться мы пришли рассказать людям о любви божией что иисус умер за наши грехи что дедушка ты а ты ты вот знаешь какой у меня вопрос ей давайте у меня есть вопрос вот получается господь до создала получается только не ругайтесь ни одного плохого слова чтобы не было менее не я говорю господь создал создал двух детей ну то есть получается иисус а не или не вру вну вну стойте я запутался получается у него было сколько детей трое или двое у кого у господа господа к что значит детей бог не давайте вот вы мне рассудите все вот как она вот я мне просто интересно библии одно написано вот как человеческие человеческих слов я хочу это услышать а он сотворил адам и ева от них пошел рот человеческий бог единый в трех лица бог отец сын и дух святой стоп 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 адам и ева если у нас в данный момент то есть как господь говорит да мы все братья и сестры правильно да по сотворению до физиологически получается то есть весь людской рот вот этот весь который сейчас есть семь с половиной миллиардов а то есть то есть получается это от адама и ева да а почему когда брат сестрой кровные ну как сказать все выкупляется почему у них рождаются уроды ну потому что кровосмешение болезни имеет преимущество над здоровьем нет тогда люди были люди были здоровы и и тогда все это разрешалось то есть получается сейчас все люди не здорово нету ничего нету от тех людей те люди жили как адам 200 950 лет мафусаил 969 а у нас сто лет редко кто живет не ну это да это я не спорю я просто вот хотел узнать как так получается адам и ева вот от них все началось и столько людей вот получилось а почему часто все родственники с друг другом совокупляются они почему у них уроды а вы думаете от адама сколько лет прошло но очень много очень прямо слова очень много и вообще ничего не говорит вы бы даже сказать знаете или не знаете не знаете признание внезнение конкретную цифру не знаю значит запишите от адама до рождества христова пять тысяч пятьсот восемь лет от христа 2019 год я это я понимаю да но мне просто интересен факт почему вот сейчас вот вроде бы как говорили то что мы все братья и сестры но по итогу получается что мы уже не братья и сестры так все на эту тему говорить не о чем надо знать то что люди живут во грехах и христос пришел умер за грехи людей а конкретные грехи это какие а все что противится воле божией есть грех а воля божия это что а это означает здравый смысл которым заложил и открыл людям а люди грехами задавили его знаете какой меня вопрос интересует вот храмы которые из рук руки человеческие построили это является но так сказать они там продают свечи иконы цепочки кресты вот это является ну каким как сказать стоит не ходить или нет выхода вопрос задаете умеете выслушивать вы перебиваете мы считаем дважды господь зашел в храм и выгнал продающих и покупающих и сказал мой дом дома молитвы нарисуется а вы сделали о домом торговли а в понедельник на страстной седмице перед казнью он говорит вы сделали вертепом разбойников вот весь ответ а в церкви не должно быть этого и поэтому у нас вот у нас когда захожу церковь там стоит сразу вот как допустим вот как я зашел в церковь там сразу я вот две две ну покрестился все как положено зашел первая дверь вторую дверь захожу слева от меня сразу стоит так сказать вот эта торгашка или я не знаю как ее назвать где продаются крестики цепочки там свечи и тому подобное вы не тратите время я вам ответил что в церкви не должно быть торговли иисус выгнал с бичом и продающих и покупающих тема закрыта все этого нельзя делать это беззаконие это беззаконие я вам ответил вот у нас храме этого нету у нас торговли вообще нет с тарелкой не ходят крещение все бесплатно делается не я все понимаю я имею ввиду если в церкви такое есть нее стоит ходить стоит ходить стоит я уже ответил вам переходите дальше какой вопрос а почему вот как говорят то что в библии много всяких вопросов которые ну не состыковываются ну давайте называйте я состыкую вам все а вы из какого города я в городе барнауле алтайский край алтайский край да а вы сейчас церкви я дома нахожусь дома у нас время сейчас 9 часов уже будет через 7 минут такое ощущение как будто вообще жить я не дону так я вам отвечаю это к кровати этажами знаете что я хотел спросить еще а может быть такое то что вот какой-нибудь плохой человек может какую порчу навести конечно если я связан с сатаной молиться молиться надо молиться благодарить бога и бог защищает человека не знаю как молиться в молитвы даже не знаю что мне делать знать надо выучить вот вы за руль садитесь движение не знаете выучить движение правило вы же не бой не будете стоять а я не знаю не знаю не садись на машину ты не хочешь знать не но где это все взять как что это еще раз показывать святая библия я вам ответил вы вы не любуйтесь сами собою я вам отвечаю полное знание коротко вы услышали все приняли идете дальше не я не любую собой не просто вот видите вождению где-то обучает этому есть объявление есть 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 уроки закона божия но вы можете самостоятельно это постигнуть можете найти это в интернете где занятия идут можете на наши занятия всякой ерунды написано и не знаю чему верить ну вот видишь как библию бери сверять что по вы перевели вы не слышите понимаете еще раз говорю вы с собой любуетесь я вам отвечаю вы еще не слышите я не люблю я еще раз слушайте внимательно вы все даже проверять святой библией пророк а исайя 8 глава 20 говорит есть они говорят не так как написано нет в них света исаи 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 8 20 это в библии какой это в библии старый старый светкий завет пророк исаи за 750 лет до христа умер убили его перепилили пилой деревянной ну и что она мне даст не что даст знания знаете вот так вот принять да библия есть библия ну вот так вот вот сейчас вот я вам говорю как есть библия есть библия да я все понимаю но вот эти вот как вам сказать вот эти вот человеческие новые законы и тому подобное то есть я не смогу жить по библии вот так вот как мне написано вот ну то есть меня вынуждает это жить по их нему вот как они строят вот эти все вы жили по библии по библии жили хоть один день нет но как можете говорить я не могу я жить вы пустослов вы конкретно если желаете господь господь говорит слушайте если говорить хотите узнать волю божию начните исполнять и ты поймешь что это от бога от себя говорю или от бога если бы хотя бы кто-то к этому направляла тоже никого вывезли найдешь поп ездит блин если честно ездит на праздники у него своя баня свой дом у него жена дети у них все обеспечено а я сам работаю и сам себе зарабатывает он даже не тратится ему долбаный вот эти пожертвования там скидывает и он живет как шоколаде вот вы теперь уже перешли на зависть на зависть вы еще скажите у путина машина есть 2 там уборщица убирают машину будет вот этот поп который там что-то типа пытается себя святого строить у него все есть а я своим трудом пытается работать у меня нифига нет иисус говорит что ты смотришь нас еще в глазе брата твоего в своем глазу бревна не чувствуешь чего усыпились поп поп он за себя ответит а ты за себя еще не ну нельзя же так как ребенок маленькая как с глубокого похмелья да я не но мне это не так-то много лет как вы думаете я не думаю совершенно я вижу вы пустословите почему пустословие я сказал проверяй библию бери считай я в 23 года вам 23 года есть на я в 23 года библию впервые увидел а в это время я здоровый работа вы перебиваете понимаете вы перебиваете вы ничего не слышите вы как глухарь на этой вы не знаете я вам говорю вы ничего не слышите и вы никогда не будете знать ладно 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 так вы не хотите слушать если хотите узнать больше зайдите по скайпу игнатий лапкин я я вам тогда дам у нас большой youtube мы строим православную деревню с нуля поселиться может кто не лжет не пьет не курит не матерится не ворует идут занятия и люди новые приходят и все знают какие по библии толкования чему конкретно библия обучает о том что сын божий пришел умер за грехи людей верующий в него иметь жизнь вечную не верующие не увидеть жизни но гнев божий на нем они в раю будет а в аду мучиться в огне зачем вам идти туда иди господу а какие конкретно поступки ведут к коду смирение к коду все что не угодно и богу противление заповедям божьим противление совести конкретно есть какие то есть есть не убей не прелюбодействуй не лжи свидетельствуй это моисеевые 10 заповедей которые бог дал то есть даже если тебе будет от этого плохо в этой жизни следующее тебе будет хорошо если ты покаялся а если не покаялся тебе здесь плохо там еще хуже бывают такие ситуации когда ты его как бы пытаешься со всей душой пытаешься что-то сделать правильно но тебя ну так получается то что ты остаешься виноватым другие люди это вы заходите на youtube он называется во свете библии по свете библии вы там найдете ответ на сайте ответ я там студентам отмечаю на 4124 вопроса как называется во свете библии сайт во свете библии игнатий лапкин во свете библии да игнатий лапкин обязательно пишите и там вы найдете ответ а колодкин лапкин вот написал во свете библии на игнатий лапкин да вот посмотрите это сайт это не ю тубе в гугле найдите сайт православный библейский именно так это самый большой сайт во всей мировой сети там 50 книг моим голосом насчитанные там государственные фильмы она сняты занявшие первое место на международном конкурсе а реклама у вас для чего здесь а не знаю про то какая там реклама здесь всякий 1xb там всякая дрянь ну не знаю это где делает те которые нам дают возможность обработать вот здесь сайт такой интересный интересный и youtube youtube тоже так же youtube есть написано во свете библии православный библейский сайт а вот справа посмотрите идут стал стал столбом ответы 55 папок 55 да 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 церковь царь царство небесный рай да по алфавиту смерть и вы найдете ответ для себя за закрепите себе это место а если зайдете на youtube во свете библии youtube у нас там наших роликов 16 тысяч восемьсот в ю тубе даже в ю тубе 16 тысяч восемьсот не грех не грех на самом деле это не youtube в шестнадцать тысяч восемьсот рогов тем 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 вы вообще являетесь я являюсь проповедником миссионером православной церкви исповедник и потому что я в тюрьмах сидел за слово божие в тюрьмах пытаемый был все выверщено но я живой остался мне 81 год да интересно и ни разу не рассказывал что стал на этот путь в 23 года когда мне все бог открыл вот как вот вот ну я вот единственный вопрос еще задам и все и больше вас не буду напрягать ничем то потому что я вижу то что вы не хотите мне на вопросы отвечать вот у меня есть один вопрос вот если я съездил до бабушки да и она сказала то что на мне есть порча что мне делать я не знаю что бабушка сказала вы ее спрашиваете может это бред не пьяных старух молодой человек порча в чем она заключается не она меня ни денег ничего не в чем заключается порчи что у тебя почем всё голова трясется вот так бьется и не удачи не складывается но это того о того что ты не верующий у тебя все не складывается а у меня всю жизнь складывается следователя обратился следователь а вот посмотрите я бы не сказал, что у вас все хорошо. А откуда вы знаете? Не, ну если... Не, я не говорю. Я имею в виду от того, что вот как вот сейчас вот вы где находитесь, я бы не сказал, что у вас все прекрасно. Все прекрасно. Когда я доволен этим. И мне больше ничего не надо. Я благодарю Бога. Вот у нас была миссионерская поездка, у меня вышло из печати 38 томов книг. Я решил подарить библиотекам мира. Из Барнаула мы доехали до Владивостока. Потом забросили там сколько-то, 15 сколько тонн литературы границы и дошли до Лиссабона. Прибалтика и Скандинавии 650. Вы отрицаете тот факт, что есть бабушки, которые там... Есть бабушки, но я про вас. Вы говорите себе. Определение давать. Вы начинайте молиться, Господи. Вы против тех, кто... Это колдунья, если порчу напускает, это колдунья, ведьма. Она достойна смерти по Ветхому Завету. Не, это понятно. А те, кто навел порчу, они... Вот, а они дьявольские орудия, дьявольские. А навел порчу на то, потому что ты с Богом не живешь. Живешь в своей каше, в голове-то у тебя там мешанина. Но как от нее избавиться, если я не могу никак... А обратись ко Христу всемогущему и молись, и Господь избавит. Пост объяви, не пей неделю, не ешь и молись. Тогда никто меня не направляет на это... Все, я вам ответил, все. Постом и молитвой побеждается дьявольская сила. Другого оружия нет. Пост. Ничего не есть и не пить. И молитва. Пост. Поститься надо. Не, я понимаю, что такое пост. Я имею в виду, как по церковному или как? Да нет, вы сами начните. Сегодня уже не ешьте. И начинайте молиться. Считай Библию. И Бог тебя откроет. Вообще не есть. Не есть, в рот не бери. Ну, хотя бы дня три. Хотя бы. Дня три. И молись это время. Нигде не встречайся. Ни с кем. Только молись и плачь о своих грехах. Сходи в храм Божий. Исповедуйся перед священником. Перед Богом. А священник свидетель. Вас как? Священник. Священник есть. И направлен на... Так, подожди. Подожди. Как звать вас? Звать как? Антон. Антон. Да помилует Антон тебя Господь. И обратит к себе. Так, мы расстаемся. У нас сейчас молитва будет. Так. До свидания. С Богом, Антон. Иван. Заходи на наш... Если в скайп зайди, Игнатий Лапкин. И на скайп... В скайпе ты сразу... Там скайп не указан или указан? В скайпе указать только Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет. С этой фамилией и именем. Хорошо. И вы меня найдете. И там я вам все материалы буду скидывать. Так, с Богом. Только в рот не берите спиртного и не курите. Хорошо. А это что? Это самое плохое или нет? Это плохое. Помятненный разум. Господь... А власть и секс. Взлак... Ну, не надо. С Богом.